Здравствуйте, дорогие ребята! Тема сегодняшнего урока – нравственная проблематика в пьесе Александра Вампилова «Старший сын». Сегодня на уроке мы определим нравственные проблемы, отображенные в пьесе, проанализируем эпизоды, определяя их роль и место в композиции произведения, охарактеризуем героев произведения, выявляя их роль и значение в системе персонажей, выявим черты, характерные для драматургии Вампилова. Пьеса «Старший сын» имеет очень богатую творческую предысторию. Нам известно четыре издания этой пьесы, да и названий у этой пьесы достаточно. Но название «Старший сын» является самым удачным, потому что в этом заглавии передается главная мысль произведения. Начавшись без ответственного вранья, пьеса обретает подлинный драматизм, разрешаемый только в последней сцене. Завязку Вампилов начинает с интригии, с эксцентрической выходки, но все действие в дальнейшем развивается строго в соответствии с логикой характеров. И оказывается, вообще применительно к драматургии Вампилова мы очень часто будем обращаться к этому слову, оказывается, потому что в его произведениях очень часто разрушаются стереотипы. Так вот, оказывается, не всё в жизни подчинено простым нравственным правилам. Жизнь, она всегда неизмеримо сложнее заковыристие. Все мы знаем, что врать – это плохо, но иногда в жизни враньё оказывается гуманией правды. Действие динамично развивается, двигаясь от бусыгинского тезиса. У людей толстая кожа, и пробить её не так-то просто. Надо соврать как следует, только тогда тебе поверят и посочувствуют. До мира ощущения Сарафанова о том, что все люди – братья. И Сильва, поражённый случайно брошенной бусыгином фразой, начинает игру. Бусыгин, который очень равнодушно относится к расхожим лозунгам, говорит Васеньке «Человек человеку брат». Надеюсь, ты об этом слышал. Конечно, слышал, но эта фраза настолько истёрта, что потеряла всякий смысл. И бусыгин, желая восстановить то, во что превратилась эта фраза, то есть эту метафору, он продолжает. Брат, страждущий, голодный, холодный, стоит у порога. И Сильва, он зацепился за это слово, за слово «брат», которое имеет общее значение, и он придаёт этому слову уже конкретный смысл родственных отношений. Бусыгин включается в игру «обман по неволе». Он планировал просто погреться и уйти, и никак не ожидал, что взрослый, уже пожилой человек так безоглядно поверит в ранью. С такой щедростью и открытостью примет его своего старшего сына. Выросший без отца, может быть, бусыгин впервые ощутил любовь к себе, материализовавшую условия сынов. Ведь Сарафанов относится к нему так «сынок», и этот момент становится определяющим. Володя Бусыгина необъяснимо волнует всё, что происходит в семье Сарафановых. Он, так безответственно солгавший, ощущает свою ответственность за Васеньку, который не хочет любить кого полагается, а влюблён в какую-то легкомысленную особу, которая к тому же старше его на 10 лет. Он хочет оберечь Нину от брака с положителем во всех отношениях к Кудимовым. Он, казалось бы, совершенно чужой человек, пытается сплотить эту странную семью, в которой все ссорятся друг с другом, но в сущности любят друг друга безумно, как-то вывороченно, но любят. Бусыгин не просто входит в роль старшего сына, он чувствует себя им. Поэтому трижды, порываясь уйти, он каждый раз медлит, его не отпускает ответственность за семью. И когда уже обман раскрывается, когда уже понятно, что всё это враньё, и Бусыгин никакой не сын Сарафанова, всё это уже не имеет ни никакого значения, потому что наш герой изменился, герой повзрослел, переродился. Он уже не может просто отмахнуться от забот о людях, которые приняли его как родного. Бусыгин говорил о толстокожести, а сам оказался не способен на жестокость. Бусыгин – сын Сарафанова не по крови, а по духу. Бусыгин также добр и отзывчив, как Сарафанов. Его тоже можно назвать в какой-то степени блаженным, потому что он взваливает на себя заботы о чужих людях. Бывшая жена Сарафанова называла мужа блаженным за то, что он не может постоять за себя, за его открытость, за его вот такую вот душевную щедрость какую-то. Но интересно, что именно с ним, а не с ней, знающей себе цену, серьёзной, остаются дети. С ним, с блаженным отцом, который может дать им то, что она не смогла дать, он может дать им любовь. Сарафанов говорит, то, что случилось, это ничего не меняет, что бы там ни было, а я считаю тебя своим сыном. Вы мои дети, потому что я люблю вас, я вас люблю, а это самое главное. Посмотрите, какая глубокая христианская мораль. Вы мои дети, потому что я люблю вас, а не наоборот, я люблю вас, потому что вы мои дети. В свете этого особой духовностью наполняется название Сарафановской оратории «Все люди – братья». Любовь открывает ложность посыла Бусыгина о толстокожести людей и утверждает истинность другого тезиса об их братстве. Вампилов разрушает стереотипы вроде «лучше горькая правда, чем сладкая ложь». Ещё Максимом Горьким в пьесе «На дне» была поставлена проблема правды и лжи, решение которой вовсе не так просто, как долгое время толковалось в школьных учебниках. Христоматийное отрицание необходимости и гуманности утешительных сказок Луки не совсем верно и уж, конечно, не единственная трактовка пьесы Горького. У Вампилова идеальный постулат наполняется реальной жизнью. И в жизни получается, что иногда пороком бывает и безоглядная правда. В доме Сарафановых тоже существует враньё. Сарафанов утверждает, что он работает в филармонии. Дети, прекрасно зная, что он играет в похоронном оркестре, делают вид, что верят, то есть врут. Но ведь ложь здесь ради сохранения душевного спокойствия отца, для того, чтобы он не потерял своё достоинство. Вот этого-то и не понял Кудимов. Абсолютно положительный во всех отношениях человек. Бусыгин даёт ему ироническую характеристику. Он большой и добрый, некрасивый, но обаятельный, весёлый, внимательный, непринуждённый в беседе, волевой, целеустремлённый, точно знает, что ему в жизни надо, много на себя не берёт, но он хозяин своему слову. Он не врёт, он знает, что ждёт его завтра. Он не успокаивается, пока не докажет свою правоту. Всё это хорошие черты, но они не одухотворены любовью. Кудимов как хорошо отлаженный механизм, который следует схеме и не способен ни на какие душевные порывы. Кудимов вовсе неплохой человек. Он просто не вписывается в систему вампиловских ценностей, где главное – это умение чувствовать другого, любить. Кудимову близок Сильва. Он тоже почти не врёт, никогда идёт с Макарской в кино, никогда разоблачает Бусыгина, говоря, что это всё враньё, и никакой он не сын Сарафанова. Он не умеет любить, он не способен любить, он может только флиртовать. Сильва – это опереточный персонаж, выпрыгнувший с лёгкостью в жизнь. Обратите внимание, даже кличка у него такая лёгкая, опереточная – Сильва. С Кудимовым Сильва похож не по внешним поведенческим параметрам, а по глухоте души, заторможенности чувств. Сложно определить жанр пьесы «Старший сын», хотя её и называют комедией. Начиная с водевильной интриги, пьеса продолжается как бытовая драма, заканчивается как мелодрама или лирическая комедия. Вот эта вот спаянность разных элементов и отражает неоднородную природу самой жизни, её разножанровость. Вампилов с удивительной точностью соблюдает закон поэтики классицизма о трёх единствах в драме. Место – дом Сарафановых, времени – одни сутки и действие – одна сюжетная линия. Как и в классицистической комедии, в пьесе «Старший сын» главный герой делает три попытки выхода из им же созданной ситуации. И так же, как и в классической комедии, здесь есть двойственное существование героев. Когда герой выдаёт себя за кого-то, то есть это мнимое. Вспомните пьесы Мольера, Бомарше и то, кем он на самом деле является. Бусыгин – он тоже мнимый сын Сарафанова. Но в отличие от классистической комедии, где мнимое в финале распознавалось и высмеивалось, как фальш и лицемерие, у вампилова мнимость оказывается сущностью, оборачивается истинным родством душ и сердечностью. В финальной сцене, когда «Старший Сарафанов» не хочет, не желает верить, что Бусыгин не его сын, герой говорит, откровенно говоря, я и сам уже не верю, что я вам не сын. Так игра, притворство обнаруживает глубинную, сокровенную сущность героев. Как и в начале пьесы, Бусыгин в финале вновь опаздывает на последнюю электричку. Прожитый день в доме Сарафановых – это хороший нравственный урок для героя. Включаясь в борьбу за судьбу Сарафанова-старшего, Бусыгин получает награду. Он обретает семью, о которой мечтал. В короткий срок, казалось бы, совершенно чужие люди становятся для него близкими и дорогими. Основная тема вампиловской драматургии – это, пожалуй, расставание с иллюзиями. В театре вампилова ощутимо пристрастие к одному человеческому типу – рефлексирующему человеку средних лет, ощущающему нравственный дискомфорт, недовольство своим образом жизни. Как правило, сфера действия в пьесах вампилова – это провинция, таежная глубинка, окраина большого города, предместие. Но интересно, что это понятие предместия, оно не столько административно-территориальное, сколько нравственное. Герои пьес вампилова – студенты Бусыгин, Колесов, инженер Зилов, следователь Шаманов – они все показаны в драматически напряжённые моменты своей жизни, когда надо расстаться со своим духовным предместием. Они стоят перед такой жизненной ситуацией, которая требует от каждого из них решительного шага, и от этого шага зависит вся их дальнейшая судьба. Ребята, давайте выполним следующие задания. Кому принадлежат следующие фразы? Проверьте себя. Бусыгин. У людей толстая кожа, и пробить её не так-то просто. Сильва. Ура! Предлагаю выпить. Сарафанов отец. Все люди – братья. Нина. До сих пор по ночам ты пил один. В чём дело? Васенька. Ну и что? Преодолею трудности. Буду стараться. Старшие товарищи мне помогут. Ребята, следующее задание предлагается вам ответить на вопрос. Какие проблемы изобразил Александр Вампилов в пьесе «Старший сын»? Проверьте себя. Проблема отцов и детей. Проблема одиночества. Проблема лжи и правды. Очень ёмко, очень хорошо о творчестве Вампилова сказал Валентин Распутин. Кажется, главный вопрос, который постоянно задаёт Вампилов – останешься ли ты человек человеком? Сумеешь ли ты превозмочь всё то лживое и недоброе, что уготовано тебе во многих житейских испытаниях, где трудно стали различимы и противоположности – любовь и измена, страсть и равнодушие, фальш и искренность, благо и порабощение? Я очень надеюсь, что творчество Вампилова оставило глубокий след в ваших душах, заставило о многом задуматься, многое переосмыслить, расставить жизненные приоритеты. Сегодня мы всего лишь приоткрыли дверцу в мир большого талантливого писателя, а постигать его мир, конечно же, нужно через его произведение. Подведём итоги урока. Сегодня мы определили нравственные проблемы, отображённые в пьесе, проанализировали эпизоды, определяя их роль и место в композиции произведения, охарактеризовали героев произведения, выявляя их роль и значение в системе персонажей, выявили черты, характерные для драматургии Вампилова. Наш урок подошёл к концу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok